Всем привет, девчонки! Добро пожаловать на мой канал! Я к вам сегодня вернулась с очередным видео про дом, и мы поговорим с вами о 10 пунктах, которые очень сильно могут простить наш интерьер. И номер один, это моя боль, разные вешалки. Может быть, я немного странна в этом плане, но на мой взгляд, разные вешалки, и это полнейшая безвкусица, и я это не переношу. Идеальный вариант это икеевские белые деревянные вешалки, они из года в год одни и те же, отлично смотрятся, можете их обновлять, покупать по необходимости, и не переживая, что они исчезнут куда-то, думаю, икея никуда не денется. И гардероб будет выглядеть намного организованнее и стильнее. Номер два, это полотенце с окошечками, собачками, водопадами и прочими нелепыми рисунками, на мой взгляд. И это убивает весь интерьер в ванной комнате. Я два года назад сменила все полотенца на белые, и это было лучшее решение, которое я только могла принять. Сейчас у меня все максимально просто. Я, конечно, не говорю, что у всех обязательно должны быть полотенца белые, а если они не белые, то это безвкусица. Совершенно не так. Конечно же, нет, если у вас есть какой-то цвет, которым вы придерживаетесь в ванной комнате, то никаких проблем, но мне все-таки кажется, что лучше смотрится, когда все полотенца одного цвета. Пункт номер три, который на самом деле должен был быть на первом месте, это, конечно же, захламленность. Огромное количество ненужных вещей на всевозможных поверхностях квартиры, особенно на кухне. На мой взгляд, лучше всего убирать все тарелки в шкаф, чтобы они не были на видном месте, а если у вас есть какая-то полочка, то там должно быть очень красиво продумано. Я вам покажу вот здесь несколько примеров того, что мне кажется эстетичным, красивым, возможно, это вас вдохновит. Если мы говорим о посуде, мне кажется, что она тоже, конечно, должна быть из одного набора, но не обязательно вся белая, хотя никогда нельзя с этим промахнуться. Вот вам приготовила примеры того, что мне кажется очень крутым. Это все, кстати говоря, сайт Ampere Apology. Я не знаю, доставляют ли они в России. Я вам просто для вдохновения это показываю. Какие-то интересные акценты, как, например, вот эта тарелка в виде ручек. Это очень красиво смотрится. И, допустим, в качестве кружек выбирать что-то тоже атмосферное, что говорит о вас, а не просто какая-нибудь, потому что она в магните на скрипке. Вы понимаете, о чем я говорю? Мне кажется, все эти мелочи действительно очень важны. И пусть у вас будет лучше одна кружка, но она будет любимой, и она будет про вас. Номер пять. Это магниты на холодильнике, всевозможные сувениры, статуэточки. Это просто смерть любому интерьеру. Мы про это уже с вами болтали в видео про минимализм в доме. Ничего не изменилось с того момента. Я уезжала в Россию недавно на три недели. Вернулась, мой муж, заставил все свои магнитики, свои коробочки, где он франит подобную фигню, которая отказывается уйтировать. Я не настаиваю, даже его вещи имеют право. Но когда он вешает их на мой холодильник, у меня просто идет дым отовсюду. Я вам подготовила различные варианты, как можно украсить свой дом. И то, что сейчас круто и в тренде. Например, засушенные букетики. Это очень красиво смотрится. На сайте Anthropology их, конечно же, много. Вы можете даже сами помудрить и придумать. Можно подобрать, внимание, подобрать книги, которые пишутся в ваш интерьер. А это примеры горшков, если вы любители живых цветов. Тоже очень-очень здоровский пример. Номер шесть. Это различные контейнеры и органайзеры. Особенно пластиковые. Мне кажется, что намного лучше будет смотреться дерево, либо металл, либо какие-то ткани. Например, сейчас я вам покажу. Прекрасный органайзер под пледики, одеялки, например, в зал или в спальню. Или в детскую отлично подойдет. Если мы говорим про ванную комнату, мне кажется, огромное количество каких-то пузыречков, кремиков на раковине портит весь вид. Лучше всего убирать их в шкаф. Как вариант, вот такой. Его можно даже сделать самим. Посмотрите, как круто и стильно он выглядит. Еще одно решение. Я покупала металлическую полочку, которая прикручивается внутри шкафа, который стоит под раковиной. Хотя он, наверное, тоже не у всех есть. Но если вдруг у вас есть, то имейте в виду. Они продаются в любых строительных магазинах. И туда помещались все мои кремики. Номер семь – это картины. Одно дело, когда картина подобрана с дизайнером, или просто у вас отличный вкус, и она там действительно вписывается. Я сейчас вам покажу такие примеры. Шикарная картина, но здесь и все остальное шикарное. Посмотрите на этот комод. Книги, вазы, растения, свечи. Все органично смотрится вместе. И нужно в таком случае реально оценить свою ситуацию и подумать, будет ли это так круто смотреться у меня. Если вдруг я понимаю, что мой интерьер такую картину не вывезет, то лучше я распечатаю фотографии и найду какое-то интересное решение на Пинтерет, как расположить рамочки, чтобы смотрелось круто. И по фотографиям читается история дома, история семьи. Мне кажется, лучше отдать предпочтение им, а не картинам, если у вас выбор или-или. Но есть, конечно, и очень удачные решения. Например, вот здесь смотрите. Это, я так понимаю, рабочая зона, и здесь фотография была бы не в тему, а вот такой плакат очень даже и картины. Номер восемь. Это обои. На самом деле обои в Америке сейчас используются крайне редко. В новых домах я их вообще не вижу. Все просто красят стены в белые оттенки. Вот вам сохранила несколько вариантов краски, если вам вдруг понадобится. И покажу еще варианты с обоями в случаях, когда это стильно, потому что всегда есть исключение. Смотрите. Цветы. Круто. Бесспорно. Такой вариант. Офигенно, да. Но здесь посмотрите, какой роскошный интерьер. Диван, все остальные предметы. Можно, наверное, такие обои сделать детскую, тогда это будет достаточно гармонично. Вот этот вариант, смотрите. Такие яркие зеленые обои. Смотрится круто. Но посмотрите, здесь же и комод перекликается с ним, и зеркало, и вот эта веточка, и ваза, и ковер. Здесь все максимально круто подобрано. А если просто залепить маленькую комнату в квартире вот такими обоями, во-первых, она сразу покажется крошечной, а во-вторых, вряд ли вам удастся в этой комнате соблюсти настолько безупречный стиль. Вот еще один вариант, очень крутой. У меня, кстати, в одной из наших квартир были треугольнички. Можете кто-то помнить, на стене. Я заказывала просто стикеры. Кстати, это тоже неплохое решение, если хотите какое-то разнообразие. Можете просто наклеить вот эти стикеры, те же сердечки или треугольнички, по всей стене, белый, крашеный. Смотрится классно. Потом надоело, отклеили, и все. Номер девять. Это постельное белье с различными принтами. Не всегда смотрится плохо, но часто. Особенно, если этот принт не продуман в интерьере. Есть, конечно же, прекрасные решения, и я вам сейчас их продемонстрирую. Смотрите, здесь две подушки яркого принта. У тех, что поменьше, принт только снизу, и простым однотонным. И помимо этого, они это все поддерживают ярким ковром, растением сбоку, лампом, тему. Тут, в принципе, все очень круто выдержано. Даже книжка, которая у нас там на полочке красноватого оттенка, она переплетается с вот этими цветами крупными. Такого же оттенка она покрывали. И это смотрится очень здорово. Но, ну представьте, что эти люди постирали постельное белье и застелили туда голубую полосочку. Как будет смотреться этот интерьер? Очень даже печально. С таким изумрудным ковром. Поэтому, если вы решаетесь на такой шаг, как яркое постельное белье, я вас поддерживаю, но все обязательно продумывайте. Мне кажется, намного безопаснее будет выбрать белое постельное белье и какой-то яркий плед, который вы можете красиво разложить где-то у нижней части кровати. И еще добавить парочку подушек, которые тоже будут поддерживать эту цветовую гамму пледа. А может быть и вообще будут из одной серии, тогда будет огонь. Вот вам варианты. Обалденно скажите. И вот такая цветовая гамма, например. Когда так много оттенков на пледе, будет очень легко поддержать эту историю в интерьере. Вот, например, я смотрю сейчас на этот. Казалось бы, в основном здесь зеленый, синий, изумрудный, опять же. Но тут также есть золотой. И, например, у меня изголовье кровати золотой. И вот только за счет этой полосочки оно уже заиграет с моим изголовьем кровати. Последний пункт – это занавески с бабочками, цветочками, деревцами. Это все очень плохо смотрится. А за небольшими исключениями, как обычно, сейчас будем рассматривать варианты. Во-первых, хочется уточнить. То, что я сейчас показываю, примеры занавесок – это крутой американский сайт. Если честно, я таких занавесок в России вообще не видела. Но я этим вопросом занималась достаточно давно. Поэтому, возможно, у нас действительно появились магазины, которые продают те самые стельные занавески. Но если вдруг это не так, то выбирайте просто лен. Светлый лен. Не прогадайте. Или вот, смотрите, как вариант. Просто, лаконично. Или вот здесь, смотрите, уже замороченная история, но красивая. Если вы очень любите растения, не обязательно, чтобы они были у вас на занавесках. Можно купить настоящие, живые монстеры или еще какое-то растение, которое вам нравится. Но, пожалуйста, обращайте внимание на горшки, потому что это тоже очень сильно может простить интерьер. Я вам тут подготовила парочку классных вариантов для примера. Я часто вижу в Америке берут обычный пластиковый стандартный горшок под растение и потом просто ставят его в плетеные какие-то корзиночки или тканевые, которые я вам показывала в разделе с органайзерами. Мне кажется, немножечко сумбурное получилось видео. Надеюсь, что вам было приятно поболтать, посмотреть, вдохновиться. До встречи в новых видео. Пока-пока.